Писатель Хемингуэй знал только три вида спорта. Альпинизм, бокс и автогонки. А остальное считал играми. Гонки на телеканале Автоплюс идут регулярно, поэтому давайте поговорим про бокс, международный день которого уже в третий раз с размахом отметили на Красной площади в Москве. Бокс вообще один из самых популярных видов спорта, можно сказать, не только среди дней на бокс. Ну понятно, мы чуть-чуть уступаем футболу, но я думаю, что в скором времени мы футбол обгоним такими праздниками, такими мероприятиями, такими великолепными спортсменами. Впрочем, к автоспорту в этой среде тоже неравнодушны. Вы знаете, я думаю, что все, кто занимается автоспортом, они либо были бывшими боксерами, либо действующими, потому что это люди, которые любят скорость. Это люди те, которые любят мгновенно принимать решения. В центре столицы развернулся настоящий город спорта. Гости праздника провели совместную тренировку с именитыми боксерами и подсмотрели кое-какие приемы у профессионалов. Сегодня мы проводили мастер-класс, я думаю, возможно, мы кого-то заинтересовали. Мы старались показать что-то, какие навыки, которые могут быть интересными людям. В воскресенье состоялась самая массовая, единовременная тренировка по боксу, в которой приняли участие 5000 человек и 20 тысяч зрителей в регионах России и на пяти континентах, с которыми было устроено прямое включение. Любой желающий мог принять участие во флэш-мобе, который, кстати, был признан мировым рекордом представителями Книги рекордов Гиннеса. Теперь День бокса официально признанный международный праздник, который отмечается 22 июля в странах-участниках Международной ассоциации бокса. Продолжение следует...